Папа Надо сказать, что я родился в семье, где не было никого художников, но папа почему-то очень любил рисовать. И вот он рассказывал мне какие-то истории про пожарных. Я помню, как потушили какой-то пожар в доме и там подъезжали машины, кто-то лез по лестницам. Это все было так увлекательно. И я после этого помню, как сижу в садике и рисую какие-то баталии. Горящие танки, какие-то летящие самолеты, взрывающиеся мосты, кто-то кого-то спасает. И одногруппники окружают меня, смотрят, как там что происходит, кто кого победит. И исход битвы неизвестен. То есть это какое-то действие, которое может происходить вот тут на листе бумаги. Способ рассказа или создание вот такой альтернативной реальности, которая вот так меняется. Наверное, это первое, что для меня было такой отправной точкой, после чего я решил, что я буду художником. После этого я очень долго учился. Я прошел всю трехступенчатую систему художественного образования классическую. Четыре года в художественной школе, пять лет в училище и шесть лет в художественном институте. Ну, еще плюс бонусом два года в аспирантуре и два года в ИПСИ в институте проблем современного искусства. После этого была еще, наверное, одна такая поворотная точка, но вот ее, наверное, труднее зафиксировать, когда она именно случилась, что это такое было. Я думаю, что это где-то между 2008 и 2009 годом, когда я вдруг осознал, что то, чем я занимаюсь, это двигаясь по каким-то уже проложенным рельсам, по какой-то дороге, которая уже была предопределена мне моей учебой. Я понял, что надо куда-то с нее сворачивать. И в тот же момент я как-то заинтересовался тем местом, где я живу, тем моим окружением. Я решил, что стоит как-то осмотреться и понять, что меня окружает и где я, кто я. Вот. И, наверное, такой вот точкой я бы назвал, как это ни парадоксально прозвучит, свалку. Это такая большая свалка бытовых отходов, одна из самых больших в Московской области, она недалеко от моего дома. Она очень высокая, ее долгие-долгие годы туда сбрасывали мусор, и это такая гора высотой, наверное, с 15-этажный дом. Я помню, как штурмовал эту свалку, забирался на эту огромную гору и смотрел оттуда вокруг. Я увидел, во-первых, это большое поле, заполненное бытовыми отходами, почти абстрактное. Конечно, я потом это написал, написал картину, которая так и называлась «Пустыня», такая вот человеческая пустыня. Вокруг линии электропередач, ТЭЦ, градирни, спальные районы. В общем, все, что стало темой для моей живописи на ближайшие несколько лет. Вот, наверное, это был такой второй важный момент. Художник — это, наверное, что-то другое. Мне кажется, это какое-то состояние, которое ближе всего может быть к состоянию ребенка, который интересуется тем, кто он, где он. Он пытается задавать какие-то вопросы, интересоваться окружающим миром. И, может быть, вот это незавершенное состояние, когда человек еще складывается, когда ему что-то интересно вокруг, это вот и есть, может быть, состояние художника. Ну и второе, мне кажется, это, наверное, что-то сродни болезни, которой можно заразиться и вот как-то этим заболеть, заразиться от человека, от какого-то носителя этой болезни. Вот можно только так стать художником. А сама система образования, она, наверное, не делает художника. Она может дать какие-то ремесленные навыки, дать представление о том, что такое хорошо или плохо, или как-то вот образовать. Но к тому, чтобы стать художником, наверное, это не имеет прямого отношения. Я занимался живописью и преимущественно картиной. Это было такое самодостаточное произведение, то есть все в себе, целый мир внутри вот этих четырех рамок. Чуть позднее я стал мыслить истории или целые серии картин. Может быть, для меня больше стала важна возможность что-то рассказать. Как бы через то, чем я занимаюсь, рассказывать какие-то истории. То есть, может быть, больше элемент литературы. Но плюс к этому я еще не ограничиваю себя живописью. Я делаю, кроме живописи, инсталляции, снимаю видео, фотографирую. И если я вижу, что какая-то идея более релевантна в другом медиа, не в живописи, я обращаюсь к другим способам. Но, наверное, то, что сохранилось от ранних работ до настоящих, это интерес к тому, чтобы в статичном медиа изобразить время. И не просто его изобразить, а растянуть, сделать какое-то долгое время изображение, которое можно было бы не просто смотреть долго, которое бы содержало в себе долгое время, какую-то долговременную протяженность. Наверное, это во всех работах от самых ранних до... Ну, может, каких-то более-менее самостоятельных до последних. Ну, вот, например, серия «Внутренняя Дегунина», когда я писал работу для этого проекта, я думал о том, что я смотрю на эти пейзажи взглядом цитроферной съемки. То есть, как бы очень медленным взглядом. Настолько медленным, что я не вижу людей, которые могут появиться, там, машин, то, что очень быстро происходит, оно оказывается вне того, что я могу увидеть. То есть, вот, идея смоделировать такой медленный взгляд, плюс идея отстраниться от изображения, сдать какую-то дистанцию, с которой я смогу увидеть привычное, повседневное. Это и стало, может быть, какой-то вот особенностью моего подхода. Для меня очень важна возможность сменить оптику, увидеть то, на что я смотрю. А я работаю в основном с темой повседневного, увидеть это каким-то новым взглядом. Поэтому я ищу любую возможность для того, чтобы как-то посмотреть на привычное, немножко измененное, с измененной точки зрения. Поэтому, когда я куда-то уезжаю, например, из моего привычного мира, я очень ценю первые дни, когда возвращаюсь. То есть, это для меня, может быть, самые главные дни, когда я запасаюсь какими-то образами, какими-то идеями на долгое время. Ну, а сам процесс работы, он, наверное, похож на проращивание каких-то семян. Но я, наверное, выступаю здесь как такой плохой агроном, который идею, которая у него возникает, какой-то, может быть, смутный образ, бросаю в землю, записываю в какую-то свою записную книжку, и некоторое время к этому не возвращаюсь. То есть, там какие-то из этих семян, наверное, как-то засыхают, с ними ничего не происходит, но что-то обязательно это прорастет. И вот с тем, что прорастает через некоторое время, я начинаю работать, как-то это культивировать, и это во что-то вырастает в какой-то проект. У него появляются какие-то отростки, и он начинает развиваться и дальше жить какой-то своей жизнью. Может быть, даже как-то из одного проекта, из того же внутреннего дегуни, например, возник проект ТЦ, когда я выделил для себя тему цветного сарая, и этот цветной сарай, который появился в проекте «Внутреннее дегунино» как примета времени, как какой-то знак вот этих вот нулевых годов, знак времени, он стал распадаться на пикселы, стал происходить какой-то, стал происходить трансформация этого цветного сарая. Этому я посвятил отдельный проект. Появились какие-то идеи, связанные, например, с тем, как бы это могло быть еще. У меня появилось, кроме того, что это может распаться на пиксели и стать гличем, появилась идея сравнения с Lego. Появилась инсталляция, в которой я из кубиков Lego построил модель торгового центра в пространстве. То есть сама возможность найти другой подход, она всегда подталкивает к тому, чтобы искать другой медиа и искать еще другие возможности высказывания. Но, тем не менее, живопись остается, может быть, в центре моей художественной практики. Да, я всегда уйду от какого-то визуального образа, но он всегда очень смутный, и у него нет конкретики. Я над ним долгое время как-то работаю, и он обретает структуру, форму. Но он изначально какой-то есть, какой-то неопределенный. Как-то он ко мне приходит. Я все-таки в отчасти художник-исследователь, но с точки зрения научного исследования я плохой исследователь, потому что я пользуюсь не научными методами для этих исследований. И если, наверное, какой-то научный метод может быть индуктивным от частного к общему или дедуктивный от общего к частному, то, наверное, мой метод обдуктивный. Художник имеет право на обшипку, поэтому я двигаюсь вот так обдуктивно от одной версии к следующей версии. Мое исследование – это всегда субъективное исследование. То есть субъективное не просто, а с указанием на субъекта и с тем, что я смотрю своими глазами на то, что меня окружает, как бы всегда присутствует фигура исследования. Может быть, в этом еще такое радикальное отличие от научного исследования. Мой последний проект «Белое море, черная дыра» начался с моих разговоров с папой. Папа мне рассказывал о том, как он работал всю жизнь на заводах, о том, что там происходило, что это было за быт, о своем быте, о поселке, где он родился. После этого возникли темы поселков, после этого возникла тема истории заводов, портретов в заводской газете. Я брал интервью моих родственников. То есть каждое из направлений, было экологическое направление, я заинтересовался, например, темой наследия этих заводов в виде шлама, который остался после того, как многие из этих заводов закрылись. шлам – это отходы химического производства, такие большие резервуары, в которых они хранились, они остались. И это выделилось в какую-то, может быть, отдельную тему. И каждая из этих тем, она стала, может быть, тяготеть и стала претендовать на то, чтобы стать главной версией моей выставки. И вот после этого абдуктивного метода вступает в действие, может быть, редукция. Это попытка убрать все лишнее, расчистить и оставить какие-то моменты, которые бы выстраивали чистую историю. Ну, вот как вариант такого абдуктивного подхода, когда я занимался проектом «Белый море, черные дыры», я читал все воспоминания, которые можно найти о моем родном городе, о поселках, которые были на территории промзоны. И, в частности, вот я нашел воспоминания одного бывшего немецкого военнопленного, Клауса Фридша, который отбывал наказание в лагерях на территории Дежинской промзоны. Это было замечательное воспоминание, в которых просто можно было восстановить весь быт, какие-то детали, общение, отношение его с окружающим миром. То есть это бесценный материал. Удивительно, что мне удалось найти его электронный адрес, я с ним списался. Мы с ним стали обмениваться картами. Я ему отправлял карты, которые я нашел в интернете. Снимки с аэрофотоснимки сороковых годов, которые сделали немецкие разведчики. Он мне отправлял советские карты, которые у него сохранились. С последнего приезда он приезжал еще в советские годы. Хотел найти место, где у него был лагерь. И в итоге мы как-то определили, например, точное местоположение этих лагерей. Получилась такая, может быть, ветка этого проекта, от которой я не смог отказаться. Такое ответвление, которое связано не совсем с историей моей семьи, а с человеком, казалось бы, немного посторонним. Но сама эта история, мне кажется, удивительной, когда человек из этого лагеря до сих пор жив, до сих пор что-то помнит, и я с ним могу вот так списаться в интернете. Конечно же, я опубликовал эту переписку в моем проекте, выложил фотографию, где он молодой стоит на фоне строящегося барака, и фотографию, где он уже в позднее советское время приехал и сфотографировался на фоне руин этого барака военнопленных. Продолжение следует... Продолжение следует... Ре HateMs Движак